Субтитры делал DimaTorzok 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 И все это и сыграно, достойно, значит, искренне и талантливо. И вот в этом смысл и цена того мастерства, которое ценил Сталин в творческих людях. И вот это слово мастер, оно потом, как и название романа, то он был запомнил, стал именно мастер, не поэт, не творец, а то, что значит, вот и ремесленник, который делает вещи первоклассные. Ну, недаром же Сталин советовал американскому послу Буллету, Буллету, первый посол, сходить в Большой театр и посмотреть Дмитрий Турбинных. Это дорогого стоит, эта рекомендация, да, и все то, что мы знаем, что происходило тогда в стране, как травили Михаила Афанасьевича и всех, у кого было иное мнение. И американцы пошли, и, кстати, у них были замечательные отношения с семьей Булгаковых, это отдельная тема, потому что они не вылезали Булгаковых из Паса Хауса, президента американского посла, если уж вот конкретно касаться этой темы. И знали о том в Кремле, да, что Булгаковый частый гость американского посолочного, американский дипломатов, но ничего не предпринимали, да. То есть, на это было известно очень хорошо. Да, да, все очень сложно и не сложнее, чем дважды два. С одной стороны, вы дни Турбинных шли, вернулись, начали полица, как после телефона уже, конечно, стали над Булгаком. А с другой стороны, новые пьесы, тот же бед, значит, не пропустили, и, в общем-то, сплошь и рядом все, значит, запрещали Булгаку, он от этого очень страдал, все ждал, значит, нового звонка, но как-то не рождался. Ну, вообще, эта тема неисчерпаемая, интересные детали малоизвестные вы нам сообщили, особенно по столовке пьесы Иван Сусанин. А вот давайте перенесемся, перебросимся, окунемся в другие времена, вот в Крущевскую оттепль. Кстати говоря, ну там, как он, значит, Лев Хрущев посещал выступку художников, абстракционистов, то это известно. А вот что касается вот нашей темы, нашего разговора, театры, ходил ли Никита Сергеевич в театр? Он ходил очень часто. Дело в том, что в архе от сталинского времени, в Крущеве было неизвестно, где муж находится, куда он идет этот вечер. При Крущеве, в известиях тех же самых, которыми руководил его зять Алексей Джубей, регулярно публиковали маленькие сообщения ТАСС, что сегодня, или вчера, вчера, товарищ Крущев с супругой посетил Большой театр. И благодаря этому, кстати, можем мы сегодня с вами узнать, что же смотрел Никита Сергеевич, да, какие оперы его интересовали. Я могу сказать так, смотрел он все подряд. Дело в том, что вот эта манера ходить каждый вечер практически в Большой театр, ну не каждый вечер, но через день, она была унаследована им от Сталина. Очень важный момент. Это действительно вот тоже своего рода политическая линия, да, вот не навязывать свои вкусы или вообще отношение к тому, к этому походу, как к какому-то, ну действительно культурному мероприятию, раз там сегодня это, значит там будем смотреть это, а завтра то. Это, я бы сказал, повинность, Андрей Сергеевич, повинность, которую он нес. И Никита Сергеевич считал, что он обязан ходить, и да, он же вот сказал Майя Михайловна Крисецкая, что его тошнит от Лебединого озера, ему снятся наутро балетные пачки вместе с танком. Это его было выражение. Ну это правительское какое-то, буквально, да, к 91-му году, потому что сейчас действительно понятно, Лебединое озеро ассоциируется с танками августа 91-го, но Никита Сергеевич, оказывается, какой прозорливый-то у нас. Прозорливый, и он уже не мог смотреть Лебединое озеро, а посему смотрел то, что давали. Это время было очень интересное, время оттепеля. В Москву постоянно приезжают с гастролями различные иностранные труппы. Более того, вот эти декабрь национального искусства, по Хрущеве тоже начинается. Театры, оперные из разных республик приезжают, показывают все лучше. Что же смотрит Никита Сергеевич? Вот 10 июля 1958 год. Балеты Парижского театра Гранд-Опера. Далее, 10 сентября 64-го года в Аскало приехал Трубадур Джузель Поверти. Очень понравился Никите Сергеевичу Трубадур. И он всех членов политбюро зовет с собой, но пошел только Анастас Иванович Микоян. Это 10 октября? Да. Ну, так это же накануне плена было 64-го года, и Трубадур, и последний, значит... Очень символично, потому что Трубадуром некоторые завистники называли самого Никита Сергеевича. Ну, мы с ним не согласны. 24 марта 58-го года балет грузинского композитора Алексея Мочевариани «Отелло». Постановки Турисского театра оперы и балета имени Толя Ашвили. 14 февраля 59-го года опера узбекского композитора Мухтара Ашрафи «Буран». Постановки Ташкентского театра имени Новаи. Ну, понятно, да? Ну, слово «повинность» здесь, в хорошем смысле, повинность интеллектуальная, здесь подтверждается. Подтверждается. Более того, я сейчас расскажу одну интересную историю. Однажды к Никите Сергеевичу Хрущеву пришла целая делегация. В составе Тихона Хрельникова, первого секретаря Союза Советских Композиторов, Дмитрия Шостаковича, просто композитора выдающегося, и директора Большого театра Михаила Хрельникова. Радар спирал. Ограничение 60. Говорит, что Никита Сергеевич вас принять не может. Он захворал. А что с ним случилось? Что? Вот буквально фраза эта. У хозяина от вашей музыки живот заболел. Можно только посочувствовать Никите Сергеевичу, потому что он ходил в театр не только в членове Круто-Бюро. Кстати, он еще и всю семью свою не тот его звал. Представляете, приводил не только жену, но и дочерей, внуков, зятьек. Вот такое коллективное посещение Большого театра с семьей товарища Хрущева. Кроме этого, в Советский Союз в Москву приезжают руководители стран, так называемого движения неприсоединения. И вот приезжает в мае 62-го года президент Африканской республики Мали Мадиба Кейт. И Крущев идет с ним в Большой театр. Они смотрят однактный балет. Органина Сергея Рахманинова и Шопиньяна Белы Бартака. Но что говорить? Ему было очень непросто. Потому что это каждый день. Нужно ходить в театр. Хочется тебе или не хочется. И укреплять таким образом авторитет Ужгорода Советского Союза. Да, но это целая политика. А вот успеем мы про Иранида Ильича Брежнева сказать, вот как бы на фоне закрывая это слева и справа от Крущева. Александр Анатольевич, ну вот вы нам сказали, что Сталин, когда смотрел спектакль «Боковые ложи», он и яйца вареные ел, а Крущев был замечен в употреблении пищевых продуктов во время просмотра. Он употреблял их скорее в антракции или после спектакля, когда начинался банкет. Специальное помещение для подобных мероприятий было внутри, это центральная ложа, туда приглашались и кости, безусловно, иностранных. И вот посмотрите, что готовили кремлевские повара. Вы знаете, наверное, что в 1957 году был пущен атомоход «Ленин». Вот повара придумали. Из чистого сливочного масла на столе стоит этот самый атомоход. Маленькие пингвинчики, даже кинь. И все это так удивительно оформлено. То есть это момент очень интересный. Или космический корабль из батона хлеба, такая ракета. Это все реально, да, по воспоминаниям кремлевских поваров. Это очень интересное. Да, это есть пусто, безумие, подыши, парадашки. Но очень много подобных затейливых. Значит, затейливые оформления стола. Кстати, возникнет вопрос. Не от этого ли у него на самом деле болит живот, как правило, вначале нет. Но это они все-таки подпоколка шестопы. Может быть, может быть. Но вот мне очень нравится, очень интересно, круто. Гарри, в котором находится дворной осеток с маслинками. То есть там такой вот некий подобный застывший пульон. Вы представляете себе, такой сделать, как и в Вене, да? Это не морщин полезно. Вот тут и тоже они кушали там, да? Находясь в небе на царской ложе. Но не во время спектакля. Что очень важно. Представляете, это, конечно, уважение. Ну да, у нас как-то пулиновей, гастрономии на высшем уровне. Значит, вождей проникло в разговоры. Хочется только бы тут переговорить. Но, может быть, нам и про Леонида Ильича завершим рассказ. Потому что тут-то, ну слуху, так, такой пизош, что он приехал в театр. Ну, надо, значит, пьесу про Ленина посмотреть. А в этот вечер хоккей, а он был заядлый хоккейный болельщик. И, значит, в общем, как бы он остался в кабинете главрежа. И там телевизор, в общем-то, даже к заму не пошел. Это такая интересная легенда. Я думаю, это было один-единственный раз. Мы уже как бы воспринимаем шок. Ну да, потому что он постоянно приезжал в театр смотреть хоккей, конечно же, нет. Это было один-единственный раз, когда шел интереснейший матч, его интересовавший. А так нет, он не любил вообще приезжать в Большой театр. Он прямо говорил, что я не люблю ни оперу, ни балет. Конечно, с Хрущевым он ездил. Это было обязательно. А когда он уже стал, сам стал во главе государства, то его очень редко видели в Большом театре. И вообще эта традиция ушла вместе с Леонидом Ильичем. Вместе с Никитой Сергеевичем. Потому что он-то смотрел все подряд. Для него это была работа, для него это было, если угодно, и пропаганда мочит, и искусство классического масса. А вот Леонид Ильич уже этим не занимался. Более того, в 79-м году Леонид Ильич выехал в Вену на подписание договора Дженни Картером по СВ-2. По протоколу он должен был вместе с американским лидером из Казбер-Марской присутствовать в штат Собере. Шла опера похищения Сераана Моцарта. И он уперся ногами и руками. Я не пойду, сказал Леонид Ильичеву, он себя много чувствовал. Даже музыка не могла, так сказать, слить. Судья Наита просил в первую очередь. Да. Мышал? Да. Чем это все поршилось? Канцлер Австрии уговорил Леонид Ильичеву. И сказал, что я тоже с вами люблю. Я с вами отхожу в первую часть. Леонид Ильич согласился. Это вот такой был единственный случай. Потому что его не затащить было. Оно и понятно. Зато он любил в этом домино. Да, известные его были влечения спортсменов. Еще один интересный случай. В 1974 году приехал к нам Никсон. Ричард Никсон. И тогда на главе страны находился тревогерат. И в Большой театр по протоколу с ним пошли Брежнев, Косыгин и Богорд. Так они и сидели в центральной ложе. И в конце спектакля Никсон хочет пройти за кулисы. А это было непредусмотрено протоколом. И тогда Леонид Ильич обращается к Косыгину и говорит. Вот он просит меня за кулисы пройти. И Суходрев, Виктор Суходрев, переводчик, он говорит, что Косыгин снисходительно ему отвечает. Ну что ж, Леня, иди. И вот он пошел с Никсоном, поблагодарил балерин Большого театра. И это попало на фотопленку Владимира Мусыгьяна. Что Брежнев в Большом театре и за кулисами. Это очень редкий случай, когда он благодарил артиста. И вообще было не принято у советских вождей приходить к артистам за кулисы и благодарить. Да, это была некая, так сказать, обязанность, некая, так сказать, проформа. И об этом мы сегодня постарались рассказать на самых ярких примерах. От Ленина до Брежнева, как говорится, от Ильича до Ильича. С нами был Александр Анатольевич Баськин, историк и подписатель нашей программы «Булу и нравы», подготовил правила Андрея Светенко. Слушайте, есть и там. Булу и нравы. Впереди камера на 40. Немного. Черный. Минерал фиолетового цвета с перламутровым блеском. Образует горную породу в соединении с тенокситом, сульфидами и подхронщиком Адамом. Обладающаяся в форме жидкости хорошо поддаётся архоте. Зачастую используется в качестве юридерно-подделочного табла. Ценится за внешний вид и исключительную редкость. По материалам ворные циклопады. Хероид входит в число недавних открытий геологов. В середине прошлого века наши учёные исследовали Аудамский щит. Горная мягкая в районе Хриготии. Строитель задача освоить трудно-достыдные участки и разобраться в их генеральном составе. Третья Чара, опытный специалист Владимир Дитов, наткнулся на странную сиреневую бухню. Он плюнул породу за разновидность сланца и не стал привлекать к ней особого внимания. И напрасно. Ведь впоследствии выяснилось, что химическая формула вещества ответствует не одному, но у нас кеминералам. Поэтому слава, первооткрывателя месторождения Чараидом Якутии, которая теперь носит романтическое название «Сиреневый камень», принадлежит паре исследователей Юрию и Бере Роговой. Они шли по маршруту Дитмара и наткнулись на ту же глубину. Юрий Гаврилович вспоминал, я попробовал откалывать кусочек, а он не откалывается. Плюнуть бы, да и дальше шагать, но необычная прочность валуна только подзадорила. Стал колотить по глуби, пока не треснула рукоять геологического молотка. Отбил-таки кусочек камня и будто сиренью брызнуло. Роговы были убеждены, что подобного не видел никто в мире. И им удалось это доказать, проведя все необходимые исследования. Помимо научной экспертизы, уникальность Чароита подтвердил и курьезный случай. В 1970 году Юрий Рогов отправился в командировку за рубеж. Во время посещения Минералогического музея Лувра он услышал, что перед ним самая полная коллекция на планете. Тогда советский ученый достал из кармана фиолетовый самоцвет и продемонстрировал французским коллегам. Ти переколошились и даже хотели бы убить, но Рогов, естественно, отказался. На данный момент предметное месторождение Чароита считается единственным в мире. Россия единственная страна-производитель Чароита. А то вот их вдруг добывают не более старых местах. Точный объем запасов пока не установлен. Радиоканал Вести.ФМ. Зарегистрирован в федеральный дни по национальной связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-7748104 от 30 декабря 2011 года. Погода. Погода. Временами возможны дожди. В Ростове, Новолюк, Краснодаре, Ставрополье, Анальфе, Кеологи, Падхазе, Севастополь, Снегрополь, Ялте 16 градусов, В Балдограде 12 градусов, временами небольшой дождь. В Санкт-Петербурге временами небольшой дождь и 10 градусов. В Москве небольшой дождь и до 12 градусов. Когда все сами, вот эти него трудно. Программа «Удачный сезон». Каждую субботу, после 8 утра, на 1-2 лета. Старт! Наш плавец на третьей дорожке. Он вырывается вперед, почти на пол корпуса. А вот, в кучу, в корпус другая деда, в кучу, 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 в кучу. Также, на 5 номер Ladu, в остановленном на 1. В кучу, в кучу, в кучу, в кучу. Уход один на 1. Лучше поかった виду. Почемуau г Продолжение следует... 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 Продолжение следует...